Это сеть за свободу слова в Центральной Азии и за Кавказией. Затем Таджикистан. Добрый вечер, я председатель Центральной Азиатской и Южно-Кавказской сети свободы выражения. К сожалению, в течение всех этих трех дней я не смог по существу выступить, потому что тут есть некоторые люди, которые используют эту платформу для пропаганды своих целей. Человек, выдавший себя за представителя какой-то организации из Нагорного Карабаха, настолько увлекся пропагандой, что забыл, даже очевидные факты начал неправильно донести до сведений участников этого собрания. Апрельские события были не в прошлом году, а в этом году. Этот человек якобы сказал в прошлом году, я имею в виду этот, который сидел рядом со мной, непредставитель Армении. И этот человек говорит, что якобы Азербайджан напал на Нагорный Карабах. Во-первых, Нагорный Карабах находится под оккупацией Армении, и армянские оккупационные силы напали на азербайджанские мирные жители, деревни, начали бомбить просто мирных жителей. Азербайджанской армии пришлось ответить. В результате, азербайджанская армия в начале апреля освободила из-под оккупации Армении более двух тысяч гектаров земли, при этом заняв два стратегически важных высот. Это, конечно, армянам не понравится, потому что мы освобождаем свои земли. А почему Азербайджан остановился? Потому что минская группа ОБСЕ попросила Азербайджан не действовать военным путем, поэтому Азербайджан остановился. Мы остановились для того, чтобы вести переговоры, продолжить переговоры и решить проблему мирным путем. Однако, к сожалению, ОБСЕ БДИПЧ представляет этим людям вот такую платформу, чтобы они каждый день приходили сюда, выступали от имени какой-то несуществующей Нагорно-Карабахской республики или Нагорно-Карабахской общественности. Еще раз говорю, мы, будучи общественностью Азербайджана, не против сосуществования вместе с армянами Нагорного Карабаха. Они наши граждане. Мы их уважаем, и они, если начнут нас уважать, мы будем сосуществовать мирно, дружно, по-братски. А если подобные высказывания, заявления будут продолжаться, естественно, этот вопрос, наверное, военным путем и решится. Спасибо.